Над Ярославлем вновь разливаются колокольные звоны, а в музее-заповеднике в этот день особенно многолюдно. В Спасо-Преображенском соборе с утра прошло праздничное богослужение с освящением яблок. Мы первый раз в этом городе Ярославль. Впечатления очень даже позитивные, очень интересные. Мы застали колокольный концерт, нам очень повезло, потому что сегодня такой хороший праздник. Спас, я бы не бы спас, спас преображение. И то, что мы сегодня, это, видимо, не просто так, это просто судьба. Нам повезло. В этот светлый, радостный праздник попытаемся подражать ему во всех прекрасных делах, которые он совершал, как именно его ученики, которые он послал потом просвещать весь мир. В традиционных стенах музея-заповедника в этот день начинается фестиваль преображения. В Ярославль съехали звонари из соседних областей Ростова, Иваново, Костромы и Москвы. Каждый день вплоть до 23 августа будут проходить колокольные концерты на Большой Звоннице. А вечером можно посетить различные постановки на опен-эйр сцене. Например, сегодня в 9 вечера артисты Мариинки и Театр Современник ставят последний час в Иерусалиме. По приметам в это время начинается заметное похолодание, поэтому в народе говорят, пришел второй Спас, бери рукавицы про запас. Но сегодня природа порадовала по-настоящему летним солнцем и поспевшими к этому дню яблоками. А почему у вас только битые яблоки остались? Да, так остался. А все раскупили? Все раскупили. Потому что яблоневый Спас? Да, да, да. Потому что яблоневый Спас и яблоки разобрали. И какие яблоки ушли первыми? Слава победителю. А может слава спасителю? Нет, слава победителю. Ладно. Самые хорошие яблоки. Иван Савинов, Денис Сахаров, Денис Ромашов. День в событиях.